Призрачно Здесь есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Всем привет! В этом видео я хотел бы поговорить о реставрации фотографии, а также о создании цветных фото из черно-белых. В каждой семье, у каждого человека, ну практически у каждого, имеются старые фотографии какого-нибудь начала 20 века или конца 20 века. Ну вот как, допустим, если набрать в Яндекс старинное фото, можно получить множество-множество примеров, как это все выглядело для тех, кто не видел, что такое черно-белая фотография. Хотя практически у каждого хранится дома архив. У кого-то он хранится в альбоме, у кого-то в пачке из-под фотобумаги, у кого-то просто в коробках. Так вот, всегда говорил, еще раз повторюсь, что желательно отсканировать имеющийся у вас фотоархив. Это та информация, которую можно утратить навсегда и потом будет очень-очень жалко. Отсканируйте фотографии. Вам будут признательны ваши потомки, но не только потомки, но и родственники, у кого нет этих фотографий. Отсканируйте, если есть возможность, с помощью сканера. Если у вас под рукой сканера нет, воспользуйтесь чьим-либо сканером. В крайнем случае, есть много всяких контор, которые занимаются фотопечатью, они же занимаются и сканированием фотографий. Если уж и это вам не подходит, то в крайнем случае можно и сфотографировать на цифровой фотоаппарат старые черно-белые фотографии. Это лучше, чем ничего, поэтому в крайнем случае можно сфотографировать на фотоаппарат. Только при фотосъемке не забывайте про достаточно равномерную освещенность и резкость. То есть, руки не должны дрожать, должно быть выдержано расстояние, чтобы четко все было видно и было равномерное освещение. После того, как отсканируете свой фотоархив, желательно сохранить его куда-то. Если хранить просто все это на одном компьютере, на одном жестком диске, то в конечном итоге можно все потерять, когда у вас жесткий диск накроется от перепадов питания или еще от чего-либо. Либо вирусы, ну все что угодно. Лучше сохранить этот фотоархив еще где-то, допустим на внешнем жестком диске, на флешке, на DVD-дисках, на чем угодно. Чем больше копий будет, тем лучше. Еще один совет. Сохраните фотоархив на DVD-диск и подарите родственникам. Мало того, что родственники будут вам признательны, но вы будете иметь запасной вариант для хранения вашего архива. То есть, ну не дай бог, конечно, потоп, пожар, наводнение, любой случай, у вас все пропало. Но вы будете иметь всегда знать, что у вас есть фотоархив ваш сохранился, где-то там на диске в другом месте. Вот такой вот подход. Когда мы сохранили фотографии, то следующий этап это обработка фотографии. Обработка фотографии. Чем мы сможем его обработать? Есть известные программы на подобие фотошоп. Адобе фотошоп. Но эта программа является проприетарной, платной. Стоит довольно-таки больших денег. По разным данным. 20, 40, 50 тысяч. Да на эти деньги можно купить и сканер, и отличный фотоаппарат. Еще деньги останутся. Мы же воспользуемся немножко другим способом. Другой программой. Называется эта программа GIMP. Набираем в любом поисковике 4 буквы всего. GIMP. И попадаем на официальный проект этого фоторедактора. Программа GIMP. Если вы используете операционную систему Linux, то данная программа уже идет в комплекте. И она, как правило, уже установлена. Вот она. Программа GIMP. Ничем не уступает редактору фотошоп. Я еще не слышал какой-либо задачи, которую нельзя было бы сделать в GIMP, и что можно сделать в фотошоп. Ни одного действия нет. Может быть, конечно, есть какие-то сильно замысловатые действия для супер каких-то художников, но все основные действия, какие можно только придумать, все можно сделать в GIMP. Выходим на сайт GIMP.org. И вот здесь вот в разделе Download скачиваем последнюю версию. Если, конечно, у вас, как я уже показал, GIMP не установлен. Практически под любую операционную систему, вот Linux, OSX, Windows, можно скачать быстро и установить данный пакет. Но у меня он на компьютере установлен, поэтому скачивать ставить я его не буду. У кого нет, можно, допустим, вот так вот скачать, либо так, кому как угодно, под любую операционную систему. После того, как вы ее установили, можете ей воспользоваться. Допустим, у нас есть фотографии, которые мы отсканировали, либо сфотографировали. Вот вам пример, допустим, фотографии со старой фотографией с помощью фотоаппарата. Открываем с помощью программы GIMP. Вот она, фотография. Это было сделано фотоаппаратом с занимением под рукой сканера. Криво, с плохим освещением. Но что поделать, так оно получилось. Теперь необходимо полученные фотографии как-то немножко подредактировать, что ли, улучшить. Например, вот лишние части убрать, повернуть. Что мы можем здесь сделать? Я покажу основные операции, которые могут понадобиться при простейшей реставрации фотографии. Для поворота фотографии, вот у нас открылась программа GIMP, да? Если какие-то окна у вас потерялись, всегда можно выбрать окна, недавно стыкуем диалоги, либо стыкуем диалоги, и открыть. Нам понадобится панель инструментов, которая вот, она открыта здесь слева. И слои. Чуть попозже понадобится нам вот это окошко, которое справа. Можно здесь выбрать окна, однооконный режим, тогда все эти вспомогательные окна будут прилеплены к основному. Как повернуть фотографию? Выбираем вот это вот вращение. Нажимаем на фотографию, и либо вручную, либо указав угол, здесь поворачиваем ее. Но сложно понять, как ее здесь повернуть. Вот судя по проводу, который здесь вот на фотографии, наверное, провод должен быть горизонтально, идти горизонтально. Можно сделать как? На любой линейке, если нажать, мы можем вывести вот такие вспомогательные прямые. Ну, допустим, вот так вот. Выведем вспомогательную прямую, которая идет параллельно. И теперь поворачиваем фотографию, так, чтобы провод шел вдоль этой прямой, параллельно ей. Вот так вот. Повернули. Вроде бы ровненько получилось. Теперь нам нужно убрать лишние, вот эти вот лишние углы, части, которые остались на фотографии. Есть инструмент резак. Вот он. Нажимаем, выделяем нужную нам область. В принципе, можно было, конечно, не обрезать вот эти части, но они не очень-то здесь и нужны. Вот так вот подрезаем. Нажимаем клавишу Enter. Убрали все лишнее. Следующее, что здесь понадобится, это цвет, яркость, контрастность. Подбираем яркость, контрастность, так как нам это необходимо. То есть при фотосъемке с оригинала, может быть, поменялась как-то яркость, контрастность, мы ее можем подрегулировать, так как нам это видится лучше. Нажимаем ОК. Выправили. Следующее, что можно сделать. Здесь есть такие инструменты, вот как печать, штамп. Это копирование заданных образцов. И лечебная кисть. Они очень похожи, но есть между ними разница. Сейчас покажу, в чем. Штамп копирует изображение. Область. Вот я нажал на инструмент штамп. И, допустим, мне не нужна вот эта точка в кадре здесь. Что я делаю? Беру в качестве образца какой-нибудь соседний элемент. Допустим, вот навожу на это чистое место в небе. Нажимаю Ctrl, нажимаю левую кнопку мыши. Вот это будет исходный материал для копирования. И теперь беру просто-напросто и копирую это небо вот сюда. Вот точку я убрал. Или вот здесь вот точки какие-то... Стоп. В Ctrl Z всегда есть отмена. В качестве исходного берем здесь. Ctrl. И вот берем и убираем. Что такое лечебная кисть? Она тоже занимается копированием, но не сразу копирует исходный образец, а постепенно смешивая его с тем местом, куда мы копируем. Вот, например, полоса получилась здесь на фотографии. Берем землю рядом. Тоже через Ctrl, Ctrl и левая кнопка мыши. И аккуратненько вот так вот замазываем кусок, который мы хотим подредактировать. Или, например, вот. Да, кстати, Ctrl и шарик мыши. Это увеличение. При нажатии на шарик мыши это перемещение фотографии. Вот захотим мы, допустим, подредактировать вот какие-то полосы здесь. Берем нормальный образец, где нет полос. И лечебной кистью вот так вот берем и убираем. Потом берем вот здесь. Точно так же. Лучше, конечно, взять здесь размер кисти поменьше. Размер кисти уменьшим, чтобы лишнее не копировалось. И вот так вот убираем все лишнее. Работа трудоемкая, но при некотором старании, некотором уделении этому времени, получаются неплохие результаты. И таким образом мы вычищаем фотографию от всякого ненужного нам мусора. Вот, допустим, вот здесь полоса берем и вот так вот удаляем все лишнее. Мы получили фотографию какую-то, да? Следующее действие, что мы хотим сделать? Сделать из черно-белой фотографии цветную. Сейчас я это покажу на каком-нибудь примере. Но, допустим, я это не буду сохранять. Какой-нибудь образец. Ну вот, можно, в принципе, и на этом образце. Открываем с помощью гимн. Вот такая вот фотография. Точно так же здесь что можно сделать? Во-первых, подрезать фотографию, убрать все лишнее. То, что не относится к изображению основному. Нажимаем Enter. Убирается весь мусор. Вот какой-то дефект на фотографии. Также берем штамп. Берем исходный материал Control. И почищаем вот эти вот места, где испорченный вид. Ну, это я делаю копированием. Но иногда лучше все-таки лечебной кистью, чтобы как-то более сглаженно это все убирать. Без какого-то мусора. Если постараться, можно убрать дефекты на фотографии. Или вот, например, вот какая-то линия. Здесь берем исходник отсюда. И закрашиваем эту линию. Вот ее, в принципе, и нету. Можно еще и вот здесь вот убрать. Собственно, убираем таким образом линию. Итак, как из черно-белой фотографии сделать цветную? Для этого нам необходимо работать со слоями. Вот он, единственный слой в окне слоев. Тот, который у нас существует. Это основной план, так сказать. Нам необходимо задать цвета для каждого элемента, который мы захотим закрасить. Вообще, лучше, конечно, чтобы в конечном итоге была закрашена вся фотография разными цветами. Чтобы не оставалось исходным черно-белым изображением. Например, хотим мы закрасить вот это основание стула. Для этого создаем новый слой. Правой кнопкой мыши вот в этом поле создать слой. Лучше слой каждый переименовывать, чтобы вы не запутались потом в дальнейшем, что к чему относится. Ну, назовем стул. Стул. Слой с названием стул. Вот он должен находиться выше, чем основное изображение. На этом слое мы должны закрасить выбранным нами цветом, одним-единственным цветом, ту часть, которую мы хотим, собственно говоря, сделать цветной. В данном случае это вот этот кожаный, или из кожзама, сидушка. Выбираем цвет, выбираем кисть, выбираем цвет, ну, какой-нибудь, допустим, коричневый. Коричневый цвет. И закрашиваем. Закрашиваем, так как кисть в одном, наверное, вот такую вот ровную, без нечеткого края. и закрашиваем все места, которые относятся к этому цвету. Работа очень такая кропотливая. Сейчас я покажу быстро, чтобы не терять время, не тянуть, не растягивать видео. покажу быстро. Но на самом деле, это, конечно, делается все значительно дольше. И в конечном итоге получается что-то более-менее похожее на оригинал цветной фотографии. То есть, конечно, цветной фотографии здесь и не было изначально. Была черно-белая, а не цветная. И в итоге мы должны получить цветное изображение. Закрашиваем. И вот здесь сидушка тоже. Опять-таки повторяю, что я сейчас это делаю быстро, а делается это более медленно и более аккуратно. с закрашиванием всех участков. Так, закрасил то, что относится к сидушке, коричневого цвета. Вот он стол. Следующее, что нужно сделать, это поменять режим. Не обычный, а поставить здесь цвет. Вот он получился, сидушка получилась коричневая. Вот видите, здесь я немного на ногу заехал. После того, как выбрали цвет, может быть нам цвет этот не понравился. В этом случае мы берем вот здесь, выбираем цвет, тонирование. И передвигая вот эти ползунки, в первую очередь верхний, выбираем цвет, который наиболее подходит для нашего раскрашивания. Допустим, какой-нибудь вот такой. Окей. Также мы можем поиграться вот здесь с непрозрачностью. Меняя непрозрачность, мы увеличиваем, либо уменьшаем долю цветности. То есть вот так вот на полный цвет, так мы уменьшаем влияние цвета. Бывает, что яркий цвет не очень-то и подходит, особенно для старых фотографий, поэтому сильно большим цветом их раскрашивать не надо. Лучше вот так чуть-чуть, чуть-чуть подкрасить. И так мы делаем с каждым элементом. То есть вот каждый элемент цвета мы создаем новый слой, закрашиваем, меняем здесь режим на цвет, меняем непрозрачность, меняем цвет тонирования. И когда мы закрасим все, мы получим фактически цветное изображение. Давайте еще пример, еще один покажу. Допустим, закрасим занавеску. Занавеска. Все слои, которые с цветом, они должны находиться выше, чем основной слой. Итак, занавеска. Выбираем цвет. Ну, какой-нибудь, допустим, зеленый. Зеленая будет занавеска. Выбираем кисть. Если участки большие, то можно размер кисти ставить побольше, чтобы не терять время. Допустим, вот я поставил сразу большую кисть и беру вот так вот все это закрашиваю. А маленькие участки, где нужно очень аккуратно все делать, естественно, закрашиваются маленькой кистью. Лучше, конечно, это все вот так вот через Ctrl, допустим, приблизить и закрасить аккуратно. Аккуратно закрасить. Закрашиваем все-все поля, которые относятся к данному выбранному цвету, к зеленому в данном случае. к зеленому цвету. Отмена всегда у нас Ctrl Z, отмена последнего действия. Если где-то что-то подправить, то можно стереть этот зеленый цвет с помощью стирательной резинки. вот она. То есть мы можем удалить из того, что мы нарисовали цветного, что-то лишнее. Ну, допустим, взять сейчас резинку и подтереть вот этот нижний край. У меня неровно получилось. Опять-таки, делаю я быстро, чтобы не терять время. Итак, вот зеленая занавеска, вот она закрашена в зеленый цвет. И теперь берем здесь вместо обычного ставим цвет и меняем непрозрачность. Ну, как-то вот так вот. Зеленоватый фон. Хотя, занавеска зеленая какая-то не очень цвет подходит, поэтому берем цвет, тонирование и меняем цвет на какой-нибудь другой. Допустим, красный. Красные занавески очень часто были в советское время. Так, окей. красный занавеск. Когда мы закрасим все нужные нам участки, лицо, также нужно закрашивать это розово-желтый, розовый цвет. Губы, там глаза, волосы, все части одежды. Когда мы все раскрасили, после этого нам необходимо сохранить фотографию. При обработке фотографии не забывайте, что нужно делать всегда копию и работать с копией. если вы вдруг что-то не так сделаете, у вас всегда останется оригинал. Если мы сейчас нажмем файл перезаписать, то файл сохранится поверх того, который был. Если у вас это единственный файл, который был, не сделали копию, тогда нужно сохранять новым именем. Нажимаем файл экспортировать как. При экспорте выбираем вот здесь тип файла, допустим, jpeg, задаем имя и нажимаем экспортировать. Здесь спрашивается, какое качество. Ну, лучше, наверное, качество поставить побольше. Будет он чуть-чуть больше занимать, но меньше потери цвета получится. Нажимаем экспорт. Вот, собственно, и все. Здесь можно забыть изменения. Вот мы сохранили вот такую фотографию. Здесь получилось два новых цвета на исходной черно-белой фотографии. Сейчас я покажу примеры того, что было у меня сделано ранее. Вот эта исходная фотография, вот она раскрашенная. Точно такая же, как я сейчас показывал. Все цвета здесь добавлены. Вот это была исходная фотография с потерями качества. Вот эта часть была вся восстановлена. Здесь пятна убраны и получилась вот такая фотография. Ну, белый фон я просто, напросто, сделал вместо исходного, так как здесь какие-то обои, какая-то стена непонятного цвета, поэтому я сделал просто белую. И после этого я ее вот таким вот образом раскрасил. Уже немножко повеселее смотрится. Вот такая вот исходная фотография тоже с разрывом, с помятостями, с отпечатками всякими. После обработки получилась вот такая фотография цветная. Самое сложное в таких фотографиях это обрабатывать листья, потому что каждый лист приходится закрашивать. Когда много человек, то у каждого человека свой цвет лица приходится подбирать. Это очень долго довольно-таки. вот такая вот исходная фотография. Вот проблема, когда несколько человек, конечно, тут цвет кожи у всех разный, приходится работать побольше. И вот результат. Здесь, честно говоря, лица я не до конца обработал, но такая фотография получилась. Вот исходная фотография церкви. Вот такой вот результат. Конечно, если сравнить исходное и полученное, то вот это смотрится как-то поживее, что ли. Вот исходная фотография. Тоже есть дефекты на ней, есть какие-то пятна, изломы. Вот результат. То есть практически все убрано. Ну, собственно говоря, на этом все. Если какие-то вопросы задавайте, ставьте лайки и до новых встреч. .